Екатерина Выпритская, член Самарской организации инвалидов-колясочников, регулярно пользуется общественным транспортом. И не понаслышке знает, чем должны быть оборудованы машины, чтобы они были доступны для всех. Насколько новые автобусы, которые недавно были закуплены городом, соответствуют требованиям, женщина проверила в автопарке транспортного предприятия. Техническое состояние замечательное. И есть площадка для этого, кондуктора хорошие подходят, все хорошо, спрашивают. Очень замечательные автобусы. Побольше бы их. Представители Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников Ассоциация Десница проверили скорость открывания аппарели, ее угол наклона, место в салоне, отведенное для коляски, высоту валидаторов для удобства оплаты проезда и работу сенсорных кнопок для вызова водителя. Функциональностью новых белорусских машин остались довольны. Вот эти автобусы очень комфортные, очень удобные для инвалидов. По крайней мере, пользователи об этом так же говорят, наши ребята. Но то, что мы увидели, в общем-то, в принципе, все очень здорово. Если к технической части нареканий нет, то к сотрудникам транспортных предприятий иногда возникают вопросы. Особенно, если экипаж сильно торопится, забывая выполнять свои задачи. В свою очередь, в автопарке регулярно работают в этом направлении. Проводят инструктаж с водителями и кондукторами. В частности, акцентируют внимание водителей на необходимость подъезда к остановке с учетом расстояния, необходимого для раскладки аппарели, а также оказание помощи маломобильным пассажирам. В том числе, конечно же, мы обращаемся и к пассажирам, которые находятся в подвижном составе, внутри подвижного состава. И когда заходит пассажир маломобильный, чтобы они реагировали тоже адекватно, чтобы не подгоняли, не говорили, что мы опаздываем на работу и не создавали вот эту вот излишнюю конфликтность внутри салона. Предоставление населению города качественных и своевременных транспортных услуг является приоритетным направлением деятельности местных властей. Важно, чтобы все группы граждан имели возможность пользоваться общественным транспортом. Поэтому вся новая техника, которая закупается городом, соответствует реализации этих задач. Новые автобусы, трамваи, троллейбусы низкопольные, оборудованы пандусами, световыми табло и громкоговорителями. Мы выполняем пассажирские перевозки, и среди пассажиров есть особые категории, к которым и внимание особое, и потребности у них тоже особые. Поэтому весь транспорт, который закупается в последние годы, он, конечно же, соответствует не только требованиям современности, удобности и комфорта, но и доступности в части маломобильных граждан. Напомним, новые автобусы выходят в рейс на одни из самых загруженных городских маршрутов, в том числе номер 1, 50 и 51. Жители, пользующиеся этими маршрутами, просили увеличить количество рейсов. При этом мониторинг работы маршрутов, обслуживающих самые востребованные направления, продолжается, в том числе и по направлениям, которыми чаще всего пользуются категории граждан, которым требуется особое внимание. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.